вы наверное будете смеяться но минская группа обсе все еще жива существует и даже распространила 13 апреля заявление от имени своих сопредседателей игоря попова стефана висконти и эндрю шофера ничего нового в активизации минской группы нет на дворе весна скоро лето пандемии и карантин значительно сужают туристический выбор не самых молодых уже и нуждающихся в солнце море и хорошем бесплатном обслуживании сопредседателей чтобы не быть голословными представим на суд читателей отрывок из недавней статьи бывшего сопредседателя минской группы от сша ричарда хогланда во время регулярных поездок по региону обычно проходивших каждые шесть недель до пандемии к вид-19 посол каспушек и мы трое сопредседателей минской группы встречались с высокопоставленными официальными лицами армении асербайджана в ереване и баку ездили из армении через оккупированные территории в карабах для встречи с так называемыми официальными лицами нкр время от времени мы ездили в москву брюссель и другие столицы чтобы проинформировать заинтересованные правительства о нашей работе и о состоянии нагорно-карабахского конфликта мы останавливались в пятизвездочных отелях где жили в апартаментах на представительском этаже что давало нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат ели в лучших ресторанах но откровенно говоря было достигнуто очень и очень немногое говорится в статье хогланда думается читателям излишне объяснять за чей так сказать счет устраивались раз в шесть недель такие туры с доступом к частной столовой и полноценному бару зачем еще этот банкет кто оплачивать будет вернемся к тексту заявления в нем например говорится о необходимости защиты религиозного и культурного наследия азербайджан будучи пострадавший от армянского вандализма стороной как говорится только за но где же почти три десятилетия были сопредседатели минской группы обсе когда армянская сторона систематически уничтожала памятники азербайджанской культуры в шуше агдами физули по странному стечению обстоятельств а защите религиозного и культурного наследия вспомнили сразу после освобождения оккупированных три десятка лет территорий на лицо дискриминационный подход при котором на защиту религиозного и культурного наследия имеют право претендовать только те кто так любит именовать себя форпостом христианства в мире варваров восстановление и реконструкция церкви газанчив шуше к слову ведется без советов со стороны все культурные исторические памятники в карабахе являются частью культурного наследия азербайджана неужели мг обсе в отчаянных поисках новых функций решила посягнуть на сферу деятельности юнеско 26 лет азербайджан требовал структурированные повестки и предметных переговоров сопредседатели минской группы стали говорить об этом лишь сейчас после победы азербайджана и устранение фактора армянской оккупации сегодня повестка может выглядеть лишь следующим образом полное и безоговорочное разоружение остатков незаконных вооруженных формирований в зоне ответственности российского миротворческого контингента выдача армянской стороной карт минных полей организация интеграционных курсов и проектов для граждан азербайджана армянского происхождения проживающих в карабахе причем стороной переговоров армении может быть лишь в вопросе выдачи карт минных полей все остальное еревана попросту не касается не менее примечательна апелляция к международному праву в отношении военнопленных и других удерживаемых лиц после 10 ноября военнопленных у азербайджана нет есть диверсанты засланные армении для террористических действий в нашем тылу сразу после заключения соглашения о перемирии частично ликвидированные частично задержанные и азербайджан конечно же поступит с ними в соответствии с международным правом который на террористов как известно не распространяется напомним еще раз положение женевской конвенции в отношении данных лиц не применимы тем более что диверсанты успели совершить тяжкие преступления на территории азербайджана в том числе убийство азербайджанских военных и гражданских лиц не является секретом что мг обсе имеет в азербайджане серьезные репутационные проблемы негативная оценка деятельности института сопредседателей на протяжении десятилетий переговоров это не каприз официального баку по этой теме в азербайджанском обществе имеется широкий общественный консенсус сложившийся на основе негативного опыта совсем еще недавнего прошлого попытаться изменить общественный настрой в азербайджане в лучшую сторону минская группа может но для этого необходимо предпринять искренние усилия подстроить свои предложения под новую региональную повестку принять новые реалии парижу например следует подумать о том как вообще восстановить свой имидж в азербайджане сделать это можно лишь сдержав слово о соблюдении строгого нейтралитета данное еще жаком шираком гейдару алиеву но что есть данное слово для современного французского политика сша как отметил в своем выступлении президент эльхам алиев в своей дипломатической деятельности в национальном формате также в определенной степени нарушают баланс в пользу еревана насколько может быть успешным американское сопредседательство до тех пор пока даже не налажены контакты между баку и администрации байдена что касается российского сопредседателя игоря попова то судя из текста заявления он по совместительству представляет минской группе какую-то другую страну не совсем россию или же попросту забыл о том миротворцы какой страны находится в нагорном карабахе монополия мг о бсе на протекающие между азербайджаном и армении политические процессы изжила себя и носит лишь формальный характер в реальном политическом измерении на сцену взошла турция активное участие анкары в переговорах неизбежно в том числе в связи с разблокировкой коммуникации в регионе среди крупных европейских стран положительный имидж в армении и азербайджане имеет италия и соответственно активизация посреднической роли рима стала бы полезной как формате минской группы так и за ее пределами